МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мария Юрьевна, здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в нашей студии Аврора Медиа. Хотели бы, наверное, поближе с вами познакомиться. Расскажите, кем вы являетесь, о своей семье, конечно, и о вашем бизнесе. Здравствуйте! Я являюсь пчеловодом, индивидуальным предпринимателем. У нас многодетная семья, 3 ребенка. Старший уже учится в институте, ну а младший пока что школьники. И хобби нашего папы, пчеловодство, постепенно превратилось в наше семейное дело и, скажем так, в маленький бизнес, тоже семейный. Поэтому мы сейчас занимаемся пчеловодством всей семьей и пытаемся развивать именно это направление. Мария Юрьевна, подскажите, вы, когда начали заниматься своим бизнесом, вы уже знали о существовании такой меры поддержки, как социальный контракт? Или вы узнали об этом позже? Ну, собственно, именно социальный контракт и подтолкнулась к тому, чтобы превратить хобби моего мужа в источник дохода, уже такой более серьезный, основательный. Потому что, когда мы узнали про соцконтракт, это было еще на уровне, на таком уровне, что несколько уликов, и мы приезжали на выходные, просто там муж поработал, отвел душу свою, мы в конце сезона скачали мед, сами съели, угостили друзей. Когда отдел социальной поддержки населения предложил нам взять социальный контракт, мы, если честно, задумались, потому что это был выход, но уже на совсем другой уровень. Необходимо было официально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выполнять тебе обязательства, которые ты берешь, потому что, с одной стороны, государство дает тебе деньги, с другой стороны, ты за эти деньги должен отчитаться и выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому про социальный контракт мы узнали до того, как вышли именно на уровень бизнеса, но он нам очень помог. Получается, благодаря данной мере поддержки вы, в принципе, пришли к тому, чтобы семейное хобби превратить в бизнес? Да, 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 именно так и было. А реализация в Хабаровском крае хорошо вообще проходит? Ну, знаете, здесь мне всегда задают этот вопрос, ответ такой, все зависит от того, как ты организуешь сбыт продукции. Ну, в принципе, мы проблем не имеем, у нас все хорошо, мы следим за качеством, выдерживаем обязательно влажность меда, основные его показатели, мы сделали красивую дизайнерскую упаковку для нашей продукции и создали свой интернет-магазин, продвигаемся в социальных сетях. Поэтому людям интересен наш продукт, интересен еще тем, что мы занимаемся не только медом, мы занимаемся еще апипродуктами. То есть это какие-то медовые композиции, которые не только вкусные, но еще и полезные. То есть все эти продукты, они, ну, их можно употреблять как витамины. И, соответственно, людям очень интересно слушать про это, людям интересно попробовать и укреплять свое здоровье не только с помощью аптечных продуктов, но и все-таки же природных средств, потому что человек является частичкой природы, пчелы являются частичкой природы, и для нас оптимальный вариант укреплять свое здоровье природными средствами. Соответственно, это очень интересно людям, и со сбытом проблем нет. Началось все с того, что наш ребенок стал болеть, и мы стали искать альтернативные варианты, как укреплять его иммунитет. И, естественно, первый шаг был сделан в сторону интернета. И мы узнали про такой замечательный продукт, который называется огневка. Эта настойка специализируется на бронхолегочных заболеваниях, сердечно-сосудистых и повышает иммунитет. И, соответственно, сначала мы попробовали сами принимать огневку, потом мы дали нашим родственникам, мы увидели результаты, стали получать обратную связь от людей, попробовавших настойку огневки, которую мы приготовили. И мы стали давать нашему ребенку, мы увидели результаты на ребенке. То есть продукты пчеловодства делают нашу жизнь более здоровой, активной, энергичной и вкусной. Ну, а меры поддержки, которые предоставляет государство, в этом помогают. Да, в этом помогают. Мы знаем, что вы участвуете в программе «Дальневосточный гектар», а также в 2023 году оформили грант «Агростартап». Расскажите подробнее, на что выдается этот грант, какие условия нужны для того, чтобы получить этот грант, и как вообще воспользовались вы этим грантом. Грант «Агростартап» предполагает, что начинающие сельхозпроизводители при помощи государственных средств выходят опять-таки на новый уровень производства. Прямо скажем, что это не совсем для новичков, то есть необходимо все равно уже создать какую-то свою клиентскую базу, понимать, что ты готов в этом направлении развиваться. И для нас грант «Агростартап» – это был уже следующий шаг после социального контракта. Средства социального контракта, там целый перечень, на что можно потратить эти деньги. Ты предварительно составляешь смету, то есть ты прям составляешь бизнес-план, защищаешь свой бизнес-план перед комиссией. И если комиссия утвердила твой бизнес-план, то, соответственно, ты расходуешь средства, полученные только на те статьи, которые указаны в бизнес-плане. То есть для начала, для того, чтобы начать развивать свой бизнес, нужно воспользоваться социальным контрактом. Это уже как вторая ступень, я правильно понимаю, да? Ну, это вот «Агростартап» – это затрагивает исключительно направление сельского хозяйства. То есть если вы хотите развиваться в сельском хозяйстве, то да, можно начать с социального контракта и продолжить «Агростартапом». Но на самом деле это абсолютно разные министерства, то есть эти меры поддержки абсолютно не взаимозависимы. То есть ты можешь взять только соцконтракт, ты можешь взять только «Агростартап», ты можешь не подойти ни под какие условия и не получить ни первое, ни второе. Тут уже это все рассматривается индивидуально. Также думаю, что вы уже, наверное, слышали, что недавно Владимир Путин, наш президент России, проиндексировал 40 социальных выплат. В эти выплаты вошли помощь многодетным семьям. Как вы считаете, насколько важны такие решения? Я считаю, что они очень важны, потому что, когда люди решают, рожать еще одного ребенка или не рожать, они думают о том, на что его кормить, они думают, где жить. Ну и, может быть, там следующий этап уже, мама задумывается о том, когда первичные потребности уже закрыты, да, мама задумывается о том, а как она будет реализовывать себя, то есть будет ли возможность у нее только сумасшедшими темпами бегать на работу, потом прибегать, забирать детей из садика, быстро делать, там, готовить ужин и так далее. То есть насколько она сможет в дальнейшую жизнь организовать, скажем так. Поэтому, конечно, меры материальной поддержки очень важны и способствуют тому, чтобы семьи рожали больше детей. Подскажите, а вы какими-то мерами, поддержками пользуетесь, как многодетная семья? Да, конечно. Ну, во-первых, многодетным семьям выдается субсидия на коммуналку. Это 30% от коммунальных платежей. То есть, ну, я считаю, что достаточно существенная сумма. Есть бесплатный проезд для школьника. Еще сюда можно отнести различные детские площадки, оздоровление детское, это лагеря, пригороде, который у нас находится. Материнский капитал также сюда можно отнести. Скажите, пожалуйста, тот факт, что глава государства лично проверяет, начались ли выплаты или нет, добавляет вам уверенности в защите со стороны президента? Хочу сказать, что однозначно тот факт, что какое-то направление глава государства считает приоритетным, то это означает, что структуры, задействованные в этой сфере, будут работать более ответственно, что именно финансовые вливания пойдут в это направление. Конечно, людям, которые вовлечены в это, будет плюс, будет хорошо. Поэтому однозначно хорошо, что сейчас делается акцент на многодетных семьях, потому что я считаю, что надо рожать больше детей. И хорошо, когда эти дети растут счастливыми, здоровыми. Ну, а это в том числе вопрос благосостояния. Какие еще, на ваш взгляд, есть меры поддержки, которые необходимы именно вашей категории? Здесь важно именно развитие, ну, наверное, двух направлений. Это индивидуальное предпринимательство и сельское хозяйство. И я знаю, что у нас есть, например, центр поддержки «Мой бизнес», куда можно обратиться предпринимателям и получить различные виды поддержки. Это образование, консультации. Если мы говорим про сельское хозяйство, там тоже есть меры поддержки. Но если мы говорим про сельское хозяйство, то есть перечень расходов, на которые выплачиваются субсидии. Хотелось бы, чтобы этот перечень был расширен. То есть, ну, на самом деле, любой помощи рады, поэтому чем больше помощи, тем лучше. Тем более с каждым годом все равно условия меняются, и хочется, чтобы было постоянное расширение. Оно есть в нашем крае. Спасибо вам за этот диалог, потому что мы включились и тоже уже знаем что-то о бизнесе, что это не так сложно. И если нужно начинать, то стоит обязательно это попробовать, особенно сейчас. Существенные меры поддержки, когда существуют, то я думаю, что это можно и нужно сделать. Вот, мы были рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.